Президент сегодня провел совещание с главами городов и руководителями ведомств. Говорили в том числе о фонде капвложений на будущий год. Позиция президента в 25-м году достроит то, что начато, и только потом начинать новое. 650 школ, детских садов, больниц, поликлиник, коррекционных школ, парков, скверов, стадионов было отремонтировано и построено с нуля по всему Приднестровью за 7 лет действия программы. Мы видим, как на глазах приобрешается государство, строятся либо ремонтируются объекты, которых невозможно представить республику, ее функционалы. Это учебные заведения, это детские сады, это высшие учебные заведения, это лечебные заведения, инфраструктура, это парки, это дороги и все остальное. Но, естественно, конечно же, каждый год он сопряжен со спорами, с приоритетами, в том числе, что включить, что не включить в данные фон Кап-вложения. Сейчас предложения по программе Кап-вложения формируют главы госадминистрации, их передадут президенту. На совещании обсудили реализацию пилотного проекта Минздрава, повышение заработной платы сотрудников РКБ и оптимизацию их работы. Сейчас на такую же систему перешло большинство лечебных учреждений. На совещании говорили о путях повышения зарплаты в сфере образования. Сейчас в образовательных учреждениях педагогов работает меньше, чем другого персонала, а нужна оптимизация. Это позволит сэкономить и поднять зарплату. Президент рекомендовал повсеместно внедрить опыт Бендер. Там создали технические группы по ремонту и обслуживанию инфраструктуры школ, детсадов, спортивных школ. Затронули тему взыскания коммунальных задолженностей с населением. На сегодняшний день общая сумма долга составляет 90 миллионов рублей. Нужен механизм взыскания задолженностей, отметили на совещании.